Всё на свете имеет начало и имеет конец. Таков фундаментальный закон бытия. Если о начале нашей Вселенной есть гипотеза в виде теории Большого Взрыва, то как вы думаете, каким будет конец нашей Вселенной? Будет это медленным и бесконечным умиранием в вечной пустоте или холоде, или конец Вселенной ознаменуется эффектным фейерверком совершенно нового вида сверхновых? Как эти сверхновые связаны с «Чёрными карликами» и «Железными звёздами»? У нас есть для вас необычная новость. Хотите испытать себя в бою? Сейчас самое время, ведь самый масштабный военный онлайн-экшен War Thunder получил первое большое обновление этого года. На тропу войны выходят южноафриканские тяжёлые танки, скоростные бронеавтомобили и многое другое. Помимо этого в игре появился уникальный самолёт с изменяемой стреловидностью крыла. Театр военных действий в игре охватывает весь мир и разные эпохи. Сражайтесь на славных машинах прошлого или современности. Испытайте себя в бою на новой карте в заброшенном советском военном городке Северск-13. А главное, в War Thunder в одном бою могут сойтись разные типы техники. Побеждай, улучшай технику экипаж, а если повезёт, можно закончить раунд ядерным ударом. Переходи по ссылочке в описании, качай игру совершенно бесплатно, получи бонусы на старте и насладись графикой, эффектами и небом. Откуда нам стоит начать? Может быть, с конца? На сегодняшний момент самой вероятной гипотезой гибели Вселенной является так называемая тепловая смерть. Теория, иначе называемая большим замерзанием, была сформулирована Рудольфом Клаузиусом в 1865 году и основывалась на втором законе термодинамики, экстраполированном на всю Вселенную. Если говорить вкратце, то когда Вселенная приблизится к максимальной энтропии, что есть мера необратимого рассеивания энергии, её вечное экспоненциальное расширение приведёт к абсолютной пустоте и абсолютному холоду. Звёзды постепенно остынут и выдохнутся, чёрные дыры испарятся, а расширение Вселенной станет настолько сильным, что расстояние между оставшимися частицами будет таким огромным, что они больше никогда не пересекутся. Неужели конец Вселенной будет столь холоден, долог и уныл? В августе 2020 года появилась гипотеза о том, что, возможно, конец бытия ознаменуется ярким финальным салютом взрывающихся звёзд. Но чтобы подобраться к этому, для начала попробуем разобраться, во что превратятся умирающие звёзды и какова судьба нашего Солнца. Чтобы добраться до сути этих загадок, нам понадобится вернуться к началу истории. А именно, менее чем за сотню лет назад, в 30-е годы XX века. В то время как все остальные наслаждались периодом относительного мира между мировыми войнами, научный мир был в разгаре революции. Новая наука, квантовая механика, во многом разрушила классическое понимание мира. Ральф Фаулер, английский физик-теоретик, например, открыл новое теоретическое состояние сверхплотной материи, вырожденную материю, в которой атомы лишаются своих электронов, а затем эти электроны теснятся так близко друг к другу, что все возможные квантовые состояния заняты. Находка Фаулера приоткрыла занавес тайны над жизненным циклом звёзд и их эволюции. Был открыт новый тип звёзд – белые карлики. Эти слабые, но обжигающие, горячие звёзды имеют плотность настолько высокую, что один кубический сантиметр их материала весит буквально тонну. Фаулер понял, что они могут быть составлены из этой самой вырожденной материи и что одного давления вырождения будет достаточно, чтобы остановить их коллапс под действием их собственного интенсивного гравитационного поля. Это один из последних этапов перерождения звёзд, которые сначала расширяются до красных гигантов, а потом сжимаются до белых карликов. Но неужели это судьба всех небесных светил? Именно этим вопросом задался студент Фаулера Субраманьян Чандрасикар и понял, что всё дело в массе звезды. Чандра, как называли учёного его друзья, доказал, что существует верхний предел массы, при котором звезда может эволюционировать в белого карлика. Он был назван пределом Чандрасикара. Звёзды, которые находятся выше этого предела, заканчивают своё существование взрывом, который оставляет после себя нейтронную звезду или чёрную дыру. Звёзды же меньшей массы вроде Солнца ждёт совсем другая эволюция в виде пути до медленного остывающего белого карлика. Но конец ли это? Вовсе нет. Когда звёзды остывают, некогда обжигающая плазма меняет своё состояние. Она замирает. Звезда начинает кристаллизироваться. В обычных кристаллах атомы или молекулы связаны в решётку, разделяя свои электроны. В белом карлике ядра никогда не смогут вернуть свои электроны, чтобы снова стать атомами. Электроны остаются в виде горячей, вырожденной плазмы и продолжают свою работу по удержанию звезды от коллапса. Тем временем ядра перестают взаимодействовать с электронами и замедляются по мере их охлаждения, становясь почти неподвижными внутри звезды. В конце концов, все белые карлики должны остыть до температуры окружающего пространства. Сейчас это холодные три Кельвина. Но в будущем они станут ещё холоднее, поскольку Вселенная расширяется и космическое фоновое излучение рассеивается. И вот здесь открывается финальная ипостась остывшей звезды, которая называется чёрным карликом. Это полностью остывшая, уже не имеющая видимого излучения звезда. Но что, если и в ней ещё может теплиться жизнь? Неужели и стадия чёрного карлика – это ещё не конец? И тут мы, наконец, подбираемся к тому самому открытию, которое было сделано в августе 2020 года физиком-теоретиком Мэттом Капланом. Дело в том, что у чёрных карликов два пути. Один из них ждёт 99% всех остывших звёзд. Но, по мнению Каплана, в ледяном чреве 1% чёрных карликов ещё теплятся процессы, которые могут превратить мёртвую, остывшую звезду в совершенно уникальный тип сверхновых. О чём же идёт речь? Первый путь, который пройдёт большинство чёрных карликов – железный. Но о каком превращении в железо идёт речь, если звезда полностью остыла и все процессы в ней остановлены? Всё дело в том, что существует возможность ядерного синтеза, который может происходить даже при очень низких температурах благодаря так называемому квантовому туннелированию. Оно подразумевает возможность перемещения частиц друг к другу даже тогда, когда энергии на это нет. При этом эти реакции происходят настолько медленно, что могут пройти миллионы лет, прежде чем произойдёт хотя бы одна реакция подобного синтеза. Но что же произойдёт спустя эры, если подобное всё же случится? Итак, квантовое туннелирование помещает ядро достаточно близко к его соседу, чтобы они слились в более тяжёлый элемент. Этот процесс называется пикноядерным синтезом, и он очень медленно преобразует ядро остывшей звезды из углерода в наиболее стабильную форму материи – железа. В течение примерно десяти в степени полутора тысяч лет. В результате получается железная звезда или железный чёрный карлик – гипотетическая судьба всех звёзд, ядра которых находятся ниже предела Чандросикара. А дальше всё зависит лишь от стабильности протонов. Если протоны могут распадаться, то весь белый карлик испарится в субатомный туман всего за 10 в степени 32 или около того лет, задолго до того, как он сможет стать железной звездой. Но если предположить, что протоны стабильны, мы достигнем точки, где Вселенная состоит только из железных звёзд и излучения. И эти железные звёзды также обречены. Они сами тихо станут чёрными дырами через бесчисленные эоны, что-то вроде 10 в степени 75 лет. И эти чёрные дыры испарятся довольно быстро по сравнению с ними, утекая как чистое излучение через 10 в степени 60 лет. Это произойдёт с 99% чёрных карликов, но как же оставшийся 1%? И о каких сверхновых, которые можно полноправно назвать чёрными, речь? Здесь мы возвращаемся к Мэтту Каплану и его статье. Каплан нашёл способ для некоторых из чёрных карликов закончить жизнь на более яркой ноте, как сверхновые чёрные карлики. Помните, что предел Чендрасикара даёт наибольшую массу, возможную для того, чтобы звёздный остаток поддерживался этим давлением? Это зависит от количества электронов относительно массы звезды. Каплан провёл детальный анализ ядерных реакций, которые приводят к появлению железной звезды, и обнаружил, что их хрупкое равновесие находится под угрозой. На последней стадии процесса пикноядерного синтеза два кремниевых ядра сливаются, образуя никель. А затем один из протонов никеля испускает позитрон, превращаясь в нейтрон. В результате получается железо 56 – самый стабильный элемент во Вселенной. Но этот испускаемый позитрон является антиматериальным аналогом электронов, которые поддерживают звезду от коллапса. Он немедленно аннигилирует с одним из этих электронов, истощая запас звезды. К тому времени, когда железная звезда полностью сформировалась, её масса Чендрасикара падает примерно с 1,44 до менее чем 1,2 массы Солнца. Это означает, что белый карлик или теперь и железный черный карлик, который изначально был стабильным с массой ниже первоначального предела Чендрасикара, может стать нестабильным, если его масса больше 1,16 солнечной массы. Когда это произойдет, катастрофический коллапс должен привести к новому типу сверхновой, который произойдет только в этом отдаленном будущем – сверхновая черного карлика. Они оставят после себя более мелкие железные ядра или нейтронные звезды. Для самых больших таких звезд ожидаемое время уничтожения примерно через 10 в степени 1100 лет. В то время как для тех, кто находится на нижнем пределе, потребуется до 10 в степени 32 тысяч лет, чтобы перестать существовать. Итак, судя по всему, в финале времен нас ждут железные звезды, а также черные сверхновые, взрывающиеся в невообразимо далеком будущем пространство времени. Признаемся, эта перспектива выглядит куда более привлекательной, чем бесконечная ледяная пустота, наполненная мертвыми черными звездами. К сожалению, а скорее к счастью, человечество вряд ли застанет этот грандиозный финал вселенной. Понравилось ли вам это путешествие к концу мироздания? Нам интересно узнать ваше мнение? Ждем ваших комментариев. И главное, не забывайте, если этот ролик собирает 20 тысяч лайков, то я тут же выпускаю продолжение этой темы. А самый креативный комментарий под этим видео получит приз лично от меня – тысячу русских деревянных. Поэтому дерзайте, не прощаемся.